Добрый вечер на 12 канале Час новостей в студии Денис Жарков сегодня в выпуске. Проблемный сосед угроза целому дому. Может быть проблемы с газовой плитой, может быть проблемы с самой бабушкой. Трагедии в Магнитогорске и Шахтах заставили Амичей понервничать. Как найти управу на обеспеченных жильцов и не допустить взрыва газа? В Омске обсуждают мусорную реформу. Готовы ли жители к раздельному сбору отходов и сколько будут платить за вывоз мусора? На гребне цифровой волны. Как вот раньше нас принимали жители Омского региона, так они и будут нас дальше принимать. Как перейти на цифровое ТВ и не остаться без 12 канала? Омский опыт подхватит вся страна. У ребенка появляется возможность увеличить свой речевой багаж, поэтому мы и провоцируем речь. Чем уникальна омская система адаптации особенных детей? И город-сказка. Каждая мишка может почувствовать себя здесь принцессой. В Омске подвели итоги конкурса на лучшие новогодние оформления. Ленинградский мост в эти минуты парализован. Водители в пабликах советуют не ездить в этом направлении. Здесь столкнулись несколько автомобилей, причем маршрутное такси, легковушка, лоб в лоб. Подробности очевидцы не сообщают. Известно лишь, что на месте работают спасатели и медики. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Боятся взлететь на воздух. Череда трагедий, связанных со взрывами газа в регионах России, заставляет понервничать и омичей. Горожане стали как никогда бдительны и буквально принюхиваются к соседям, опасаясь ощутить сильный запах газа. В нашу редакцию звонят обеспокоенные люди, жалуются, к примеру, на соседей, которые забывают выключить газ или пользуются неисправным оборудованием. Елена Смирнова сегодня побывала на одном из таких адресов, а также выяснила у спасателей, как можно обезопасить себя, чтобы магнитогорский сценарий не повторился в нашем городе. Несколько лет, как на вулкане, жильцы этой многоэтажки всерьез опасаются за свою жизнь. Говорят, их соседка время от времени забывает выключить газ. Проблема началась несколько лет назад. Просто у соседки, ну, иногда из квартиры пахнет газом. Может быть, проблемы с газовой плитой, может быть, проблемы с самой бабушкой. То, что уже человек пожилой, всякое бывает. Ну, а мы переживаем, особенно в сфере последних событий, когда у нас по стране дома взлетают. Нам как-то неохота оказаться среди их числа. Редко, но метко. То есть иногда пахнет, что в подъезд иногда страшно зайти. Конечно, это редко бывает. Раз, может, два в год. Ну, бывает. Ну, иногда хватает и одного раза. Однако сама пенсионерка уверяет, обвинения соседей беспочвены. Неправда. И это поклёп. А почему поклёп, я не знаю. Пройдёмте ко мне. Пригласив съёмочную группу на свою кухню, женщина показывает отключённую плиту и новый газовый вентиль. Предлагает убедиться, запаха газа в квартире нет. Вот здесь вот это документы на газовую плиту. Всё окей. Там шланг новый. Посмотрите, какой. И я вас не ждала. Всё отключено. Пенсионерка рассказывает, однажды соседи вызвали газовщиков, когда её и вовсе не было дома. Со специалистами столкнулась буквально в дверях, возвращаясь из стационара. Другой раз гости из газовой службы отказались показать удостоверение. Впрочем, страхи жильцов понятны. В Магнитогорске 31 декабря обрушились перекрытия в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. А накануне в городе Шахта Ростовской области частично обрушился подъезд жилого дома. Два человека погибли. Судьба ещё троих остаётся неизвестной. Спасатели призывают людей быть осторожнее. В квартирах, подъездах, цокольных и чердачных помещениях категорически запрещено хранить любые газовые баллоны. Для приготовления еды допускается использование пятилитровых баллонов. Если вдруг вы заходите в помещение, и там пахнет газом, ни в коем случае не нужно ни включать, ни выключать электрические приборы, потому что в момент замыкания сети или размыкания может произойти искрение. Помещение нужно проветрить, обязательно вызвать газовую службу. Ни в коем случае не использовать, как я уже говорил, баллоны для приготовления пищи для бытовых нужд объёмом более 5 литров в помещении. В случае подсоединения газового оборудования необходимо доверять эту работу только специалистам, имеющим на то лицензию. После трагедии в Магнитогорске и Ростовской области в стране активизировались специалисты липовых газовых компаний. По квартирам ходят сотрудники некой городской газовой службы. Заставляют устанавливать газоанализаторы, полностью менять газовое оборудование, умалчивая о том, что оно на самом деле исправно. А вот покупка газовой техники в непрофильных компаниях может как раз привести к новой трагедии. При этом в реестре организаций, работающих с газовым оборудованием, фирма не числится. В жилищной инспекции не поступало поведомления от этой организации. Она не зарегистрирована в реестре специализированных организаций, которые обслуживают и ведут работы по обслуживанию газового оборудования на территории Омской области. Она должна предоставить все документы, то есть штате сотрудников, которые занимаются этой деятельностью. То есть и всю разрешительную документацию, где они зарегистрированы, какую работу они выполняют и какими силами. Тем временем депутаты Госдумы предлагают оснащать жилые дома газовыми плитами с автоотключением. В таких приборах функция срабатывает в случае утечки топлива. Если пламя конфорки погаснет, газ перестанет поступать. Поправки в законодательство пока готовятся, но уже известно, что такую бытовую технику планируют устанавливать в новостройках или капитально отремонтированных домах. Позаботиться о своей безопасности могут и жители старых построек. К примеру, установить хотя бы один газоанализатор на подъезд. И в случае утечки устройство подаст сигнал на пульт спасательной службы, либо, если его так настроить, и вовсе прекратит подачу топлива. Елена Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. С этого дня МЧС снова могут пополнять баланс своих транспортных карт с помощью сервиса Сбербанк Онлайн. Причем делать это можно как со смартфонов, так и с компьютеров без комиссии. В департаменте транспорта сегодня сообщили, что все технические неполадки, которые возникали ранее, устранены. Для пополнения транспортной карты с помощью компьютера или банкомата необходимо в главном меню сервиса Сбербанк Онлайн выбрать опцию платежей и переводы. Затем перейти в раздел «Товары и услуги», где выбрать группу «Транспорт». Далее пункт «Пополнение транспортных карт», куда нужно ввести номер своей транспортной карты. После указать сумму платежа минимально 50 рублей. Что касается смартфонов, то здесь нужно следовать навигации приложения. Больше 80% мусора в регионе будет переработано уже в этом году, а жители области привлекут к разработке территориальной схемы по обращению с твердыми бытовыми отходами. Перспективы и ход реализации мусорной реформы сегодня за круглым столом обсудили эксперты. Дорожную карту ждут еще несколько общественных обсуждений. Какой вклад в разработку проекта может внести каждая МИЧ, где будут заниматься сортировкой мусора и почему отказываться от идеи раздельного сбора отходов в каждой квартире все-таки не стоит? Елена Бабкова выслушала мнение экспертов. Как будет организован сбор отходов, когда заработают мусоросортировочные комплексы и где появятся новые полигоны? Мусорную реформу сегодня обсуждают экологи, общественники, экономисты и блогеры. Принять участие в решении самого актуального вопроса года эксперты призывают и каждого жителя региона. Горожан и селян просят проверить точность территориальной схемы. Для того, чтобы отладить работу по вывозу отходов, МИЧам предлагают сверить фактическое местонахождение площадки с контейнерами у дома с ее отображением на дорожной карте. Сделать это можно на сайте регионального Минэкологии. А в случае расхождения данных указать на неточность с помощью онлайн-сервиса. Все корректировки внесут в схему, сейчас идет ее общественное обсуждение. Как подчеркивают эксперты, проект будет живым. Вносить изменения в него намерены регулярно с учетом строительства новых микрорайонов и изменения объемов собираемого мусора. Кстати, отразят на этой карте не только город и районы. Вывозить отходы региональный оператор будет даже из самых отдаленных населенных пунктов. Областной властью в конце прошлого года было принято решение о выделении дополнительных 300 миллионов рублей для создания контейнерных площадок на территории Омска и Омской области. На сегодня все главы муниципальных районов получили соответствующее распоряжение, составили реестр перспективных контейнерных площадок. Сейчас документы подготавливаются на проведение отбора на субсидию и на проведение конкурса на создание контейнерных площадок в тех населенных пунктах, где на сегодня контейнерных площадок не существовало. Предусмотренные реформой мусоросортировочные комплексы планируется запустить к концу марта. Работать один из них будет в промзоне советского округа Омска. После необходимой обработки из так называемой органики пищевых отходов сделают компост. Оставшуюся часть примут на полигоны. Два таких организуют в Таврическом и Тарском районах. Перед запуском все объекты пройдут экологическую экспертизу. Как отметили эксперты, схема работы с мусором разрабатывается таким образом, чтобы финансовая нагрузка на население, а также используемая для возведения объектов территория, были минимальными. Сегодня мы это все минимизировали до трех объектов сортировочных. От 19 полигонов мы ушли к двум полигонам и, соответственно, от перегрузочных станций, которых было порядка 22 тоже, мы ушли к 10 перегрузочным станциям. Это позволит минимизировать капитальные затраты, соответственно, быстрее вернуть инвестиции и быстрее тарифную, скажем так, меньшую нагрузку дать на тариф именно для населения. Что касается тарифа, то сейчас региональная энергетическая комиссия изучает все необходимые документы, поданные операторам по обращению с отходами. Его размер пока не утвержден, однако, как подчеркнули эксперты, все экономически необоснованные статьи, затраты, стоимости однозначно будут исключены. В свою очередь, общественники настояли на пересмотре нормативов накопления отходов, а также призвали специалистов не отказываться от идеи раздельного сбора мусора. Экологи не исключают, что она в Омске все-таки приживется. Причем прививать философию бережного отношения к природе стоит со школьной скамьи. Организовывать такие площадки по замыслам авторов стоит не только в жилом секторе, но и рядом с учебными заведениями. Предложение уже прошло успешный тест-драйв, так ребята одной из омских школ всего за несколько недель собрали более 4 тонн макулатуры, которую отправили на переработку. Елена Бабкова, Александр Саражин, 12 канал. Сегодня стала известна официальная причина недавнего схода военного состава по Домскому. Ее озвучили в Уральском следственном управлении на транспорте. Крушение поезда произошло из-за дефекта рельсов. При этом поезд, проходящий перед сошедшим составом, повредил путь срезов болты крепления. Дефект обнаружили в колесной паре одного из вагонов. Он принадлежит из Томской компании. Напомню, поздним вечером 30 ноября прошлого года на перегоне между станциями Мангут и Называевское с рельсов сошли 35 вагонов, груженных мазутом и военной техникой. Жертв и пострадавших в аварии нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мы вам еще покажем. С переходом на цифровое телевидение 12 канал продолжит свое вещание. Об этом генеральный директор нашей телекомпании Артем Серов заявил в эфире программы «Тот еще вечер». Выпуск, по сути, стал пошаговой инструкцией перехода на цифровую волну. Как на новый формат настроить свои голубые экраны и не остаться без 12 канала, узнала и Анна Кокорина. Яркая, четкая картинка, чистый звук, 20 каналов на выбор. И все это абсолютно бесплатно. Таким цифровое телевидение выглядит в идеале. По факту перевести свои голубые экраны в новый формат пока удается далеко не всем. Легче всего владельцам новых телеприемников, выпущенных после 2012 года. В такие аппараты эта функция уже встроена. Вот чтобы перевести на цифру модели постарше, потребуется дополнительное оборудование. Для этого нужно и приобретать вот такие приставочки, которые позволят смотреть 20 цифровых каналов. Возможность смотреть аналоговое телевидение по-прежнему остается. То есть пультом телевизора человек переключает между входами. То есть либо вход у него антенный, либо вход у него низкочастотный. Если кто подключал видеомагнитофоны... Я подключала. Да, тем будет проще, да, сводится. Да, просто видеомагнитофон заменить на тюнер. Покупка телеприставки обойдется в 700 рублей. Столько стоит самая простая модель. У тех, что дороже, есть дополнительные функции. Например, запись видео на флеш-карту. В целом же дороговизна приставки на качество вещания не повлияет. Оно зависит от того, насколько правильно размещена дециметровая антенна. Сеть цифрового эфирного вещания представляет 48 объектов. Из них было 25 реконструировано, а 23 построено новых. И сеть вещания немного изменилась. Есть картографический сервис, смотри цифру РФ. Вот ему надо просто зайти на этот сервис, выбрать свой населенный пункт и посмотреть, откуда ему надо принимать сигнал. То есть, может быть, он даже сейчас, то, что у него пропадает сигнал, принимает не с той точки. Сегодня цифровое телевидение – это 20 федеральных телеканалов. Смотреть их можно и в привычном аналоговом режиме, но только до 3 июня. После от этого формата федералы откажутся. А вот регионы, в том числе и 12 канал, вещать продолжат. Нас не будет никто отключать. То есть, таким обычным, как раньше нас принимали жители Омского региона, так они и будут нас дальше принимать, то есть, до конца года. Поэтому никаких проблем здесь не будет. То есть, они могут также смотреть и цифру, и нас в аналоге. Кроме этого, еще хочу раз подчеркнуть, мы вещаем в кабельных сетях. Вот, во всех кабельных сетях нас можно увидеть. На 3 калории и на телекарте. У кого есть эти антенны, значит, могут нас спокойно принимать. Поэтому, ну, а что касается цифры, да, мы работаем. У нас таких 80 лишних региональных телекомпаний, которые не попали в цифру. Да, мы работаем, я езжу в Москву постоянно, бьемся, что называется. Я думаю, мы добьем. И все-таки попадем в цифру. Попадем в мультиплекс. Да, я надеюсь на это очень. Анна Кокорина, 12 канал. Житель Омска с разницей в пару дней ограбил два офиса микрозаймов. Вора задержали полицейские. Ородовал он крайне смело. Врывался в офис средь бела дня и, угрожая кулаками, требовал выдать наличку. В районе железнодорожного вокзала испуганная сотрудница кредитной организации отдала мужчине 5 тысяч рублей, которые грабитель спустил в соседнем магазине, купил продукты. Просто спокойно заходил и говорил девушкам, дайте мне мои деньги. А деньги куда потратил? Печеньки, вафельки, коктейли. Заграбеж 24-летнему Амичу грозит до 7 лет лишения свободы. На него завели два уголовных дела. Еще нет. И смотрите во второй части выпуска. Умский опыт подхватит вся страна. У ребенка появляется возможность увеличить свой речевой багаж, поэтому мы и провоцируем речь. Чем уникальна умская система адаптации особенных детей? Подарок от всего сердца. В хосписе «Дом радужного детства» появился кардиограф. И город-сказка. Каждая Мичка может почувствовать себя здесь принцессой. В Омске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Омский опыт растиражирует на всю страну. Региональная система ранней помощи детям с ограниченными возможностями получила высокую оценку у федеральных экспертов. Сейчас подобные наработки есть лишь в 17 регионах России. В Омске с малышами до 3 лет работают логопеды, дефектологи. И обучение проходят не только дети, но и их родители. Дарья Шадрина с подробностями. Сорока-ворона, ладушки и прятки. Решать серьезные проблемы дефектолог и логопед помогают маленькой Вике, играя. Это только на первый взгляд баловство. На деле упражнения развивают речь, мелкую моторику, память и даже помогают познать азы математики. Игры ку-ку, ладушки, которые зачастую родители воспринимают как просто баловство, особенно игры ку-ку, которые на самом деле несет за собой эмоциональное развитие ребенка. Мы учим ребенка также искать, мы развиваем поисковую деятельность. И также это провоцирует и речь ребенка. Сейчас одной из основных проблем является задержка речи, а здесь на эмоциональном положительном фоне у ребенка появляется возможность увеличить свой речевой багаж. Поэтому мы и провоцируем речь. Работает с ребенком не один, а команда специалистов, логопеды, дефектологи, психологи. Занимаются не только с детьми, параллельно правильно играть учат и родители. Для них даже есть домашние задания – повторять увиденное. Изменения очень сильные произошли, что ребенок начал разговаривать, ну там, хоть звуки произносить, но начал звуки произносить. Потом общение, опять же, с другими людьми, не только с членами семьи, а с другими людьми общения. Вот, ну, очень нам нравится. Около 70% трудностей в развитии ребенка к концу посещения службы ранней помощи, они устраняются. Либо сглаживаются. Но есть все-таки дети, трудности которых выражены особенно ярко. И эти проблемы, это те проблемы, которые устранить ни за два, ни за четыре, ни за десять лет работы невозможно. Но можно минимизировать их последствия. Вот над этим мы и работаем. Систему ранней помощи детям с ограниченными возможностями в нашем регионе запустили в марте 2016-го. За два года в Омской области появилась единая система ранней помощи. Сейчас ее оказывают более чем в 80 учреждениях. Причем не только государственных, но и частных. И для тех, и для других одно из требований работы в системе – постоянное усовершенствование методик. Специалисты – это и логопед, и дефектолог, и педагог-психолог. Все проходят обучение. Кроме курсов посещают разные семинары. И практические, и научные семинары. То есть работа ведется очень активно по вхождению в эту систему, в эту программу. В общем-то работаем, учимся. Учиться и совершенствовать систему будут и дальше. В планах расширить перечень услуг для особенных детей, увеличить количество специалистов и привлечь еще больше частных партнеров. Нарюш Адрина, Александр Козлов, 12 канал. Как бьются сердца маленьких пациентов, теперь смогут узнать в Доме Радужного детства. Сегодня в палеоценном центре появился аппарат АКГ. Такой и нужный подарок сделала одна из крупных промышленных компаний Омска. Оборудование тут же настроили и протестировали на руководителя благотворительного центра «Радуга» Валерии Евстегневе. Аппарат определяет состояние сердца с точностью в 98%, а кривая сердечных сокращений выводится на монитор и сохраняется в базе данных. Если пациент придет на повторное обследование через год или два, его кардиограмму можно будет легко найти и сравнить. Причем в Доме Радужного детства с помощью нового кардиографа планируют обследовать не только детей, но и их родителей. Ведь на собственное здоровье у мам и пап чаще всего не хватает времени. Мы считаем, что безусловно компании, неважно какие крупные, мелкие, любые, должны помогать, поддерживать таких деток, для того, чтобы в дальнейшем они кто-то возможно выздоровеет, кого-то просто нужно поддержать на каком-то этапе жизни. Это все большой очень вклад в развитие жизни и здоровья наших граждан, нашей нации. Дом Радужного детства сегодня единственный в России детский хоспис европейского уровня, построенный исключительно на пожертвования. Уже скоро он распахнет двери для маленьких пациентов. Но центр по-прежнему нуждается в оборудовании, например, здесь были бы рады аппарату УЗИ. Вся информация о том, как помочь больным детям, есть на сайте центра Радуга. Школьников познакомили с одной из самых загадочных страниц русской истории. Ребята оказались в эпицентре Ледового побоища. Реконструкцию легендарного сражения устроили сегодня в мультимедийном историческом парке. Здесь историю баталии на Чудском озере буквально оживили. Амуниции и вооружения максимально приближены к историческим реалиям. А вот колющие удары реконструкторы договорились не использовать, чтобы случайно не нанести друг другу травму. Я обратил внимание на то, как преподносился материал. То есть это все было оформлено в игровой форме и преподаватель материалом владел прекрасно. То есть он сумел все это объяснить качественно и понятно. Ну просто это интересно. Это круто. Ледовое побоище не только значимое сражение, но и одно из самых загадочных в истории. Оно успело обрасти многими мифами, которые современные историки сейчас пересматривают и опровергают. Так, вопреки названию битвы, ученые склонны считать, что происходила баталия вовсе не на льду. В ливонской летописи прямо сказано, что немецкие рыцари падали на траву, а не проваливались под лед. Еще одно заблуждение касается доспехов. Считается, что снаряжение ливонцев было гораздо тяжелее, чем у русских воинов. На самом деле доспехи и тех, и других весили примерно одинаково. Замысел в том, чтобы показать ребятам историю действительно живой. А живой ее делают люди. Вопрос даже не в том, как оно было на самом деле, а в том, что историки очень много домысливают, додумывают. И сейчас историческая наука укрепилась в своих позициях, и исследователи используют и критический, и системный подход. Поэтому мы должны очень тщательно проверить все данные, сравнить и понять, насколько то или иное утверждение имеет право на существование. Гирлянды, елочные игрушки, светодиодная иллюминация и оригинальные шары в Омске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее уличное украшение. В состязаниях участвовали больше 40 предприятий. И 24 из них удостоились дипломов и благодарственных писем от мэра. По яркому и праздничному Омску прогулялся Никита Смирнов. Центр Левобережья, сосредоточие торговых и деловых комплексов. Здесь построили свой небольшой уютный уголок, где есть даже карета. И каждая мичка может почувствовать себя здесь принцессой. Конный экипаж и велосипед на улице 70 лет Октября появились больше пяти лет назад. А вот украсить их светодиодная иллюминация администрация торгового комплекса по соседству решила только в нынешнем году. Теперь яркая площадка, манит не только жителей окрестных домов, но и всего микрорайона. А это уже улица Маркса. Здесь все просто и со вкусом. Наряженная елка, гирлянды на деревьях перед фасадом здания. Ну и такой аскетизм о мячам по душе. Очень весело, красочно, красиво. Мы сейчас только говорили, какая замечательная елка. Прекрасно, очень-очень празднично, нарядно, по-новогоднему. Замечательно, молодцы. Прям очень много народу здесь обычно бывает. На горках, на печеньах везде. В этом году украсить территорию постарались не только крупные торговые и промышленные компании. В игру вступил и малый бизнес. Если мы создаем нормальные условия, то, соответственно, это притягательно для людей. А для нас, что самое главное притягательно, человек, приехав к нам в гости, посмотрев такое красивое место, город, подумал, а может мне сюда переехать и с собой бизнес забрать. Вот и есть приток инвестиций и развития города. Праздничные атрибуты, иллюминации украшения победители конкурса убирать пока не намерены. На своих местах они останутся как минимум до февраля китайского Нового года. Никита Смирнов, Денис Лопарев, Владислав Осинцев, 12 канал. А сейчас время новостей спорта. И в студии появляется мой коллега Алексей Дареев. Привет, Алексей. Привет, Денис. Героями дня среди омских спортсменов в очередной раз стали стрелки. Ну так и есть. Снайперы из Омска продолжают завидно и для конкурентов регулярностью отстреливать медали. Причем как на всероссийских, так и на международных турнирах. Подробности расскажу через несколько секунд. Омские спортсмены продолжают собирать урожай наград на первенстве России и международных соревнованиях по стрельбе. Виталина Бацарашкина успешно выступила на турнире в славянском городе Ружи. Заслуженный мастер спорта из Омской области выиграла два серебра в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В первом старте она уступила всего 8 десятых очка многократной победительнице и призеру чемпионатов мира Европы Зуране Арунович из Сербии. Во втором старте сербская спортсменка вновь стала лучшей. Виталина завоевала серебро, при этом сократив разницу с победительницей до 7 десятых очка. Зато в командных соревнованиях Екатерине Коршуновой, Виталине Бацарашкиной и Светлане Медведевой не было равных. И россиянки уверенно заняли первое место. Тем временем в Ижевске завершилось лично командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсмена в возрасте до 21 года. В них принимали участие сильнейшие молодые стрелки со всей страны. На старте турнира в одном из упражнений стать лучшим удалось Амичу Яну Эйдинзону. В оставшиеся дни первенства Амичи сумели пополнить свою медальную копилку. Ян Эйдинзон стал вторым в стрельбе по движущейся мишени с расстояния 40 метров, а вместе с Александром Доронцовым и Федором Лепешкиным они победили в командных соревнованиях в этой дисциплине. Амичка Николь Слотина выиграла две бронзовые награды в индивидуальных упражнениях, а в составе команды наша спортсменка заняла первое место. В общекомандном зачете первенства страны по неолимпийским дисциплинам наша сборная заняла первую строчку рейтинга. В Новосибирске состоялось первенство Сибирского федерального округа по фехтованию на шпагах среди кадетов 2002-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Красноярского края. В личном первенстве успешно выступила амичка Алина Видмиллер. Наша землячка дошла до финала, где уступила новосибирской спортсменке Арине Поляковой и завоевала серебряную награду. В командном первенстве наши девушки Ярослава Гипсомер, Алина Видмиллер, Анна Аушева и Валерия Кущей также завоевали серебряные награды. Не отстали от подруг по команде и омские юноши. Андрей Двоеглазов, Арсений Калиниченко, Глеб Миллер и Тимофей Рядовой также заняли второе место в командных соревнованиях. Омские боксеры отметились наградами в Казахстане. В Кокчетаве завершился турнир по боксу среди юношей, на котором спортсмены нашего региона показали отличные бои и завоевали три медали. На высшую ступень педестала сумел подняться Егор Белаусов, выступавший весит до 58 килограммов. Серебряные медали завоевали еще два боксера Дмитрий Михеев и Ержан Меденов. К соревнованиям ребят готовил тренер Сергей Макаров. И последнее. Около четырех десятков молодых спортсменов не старше 23 лет боролись за награды первенства Умской области под зюдо. В весовой категории 60 килограммов победу одержал мастер спорта Дмитрий Бус. Перворазрядник Леонид Кузнецов стал лучшим в категории 73 килограмма. В весе 66 килограммов первое место занял еще один спортсмен с мастерским статусом Михаил Гвоздев. Родион Старников стал лучшим в категории 81 килограмм. Это все, о чем я сегодня успеваю рассказать. Любите спорт. Спасибо. Это были новости спорта от Алексея Адареева. 30 лет сегодня исполнилось бы одному из самых ярких молодых российских хоккеистов Алексея Черепанова. Он ушел из жизни в 19 лет. В год гибели Алексей Черепанов был задрафтован клубом «Монхелл Нью-Йорк Рейнджерс». А в день смерти 13 октября 2008 года включен в расширенный список кандидатов в сборную России на первый этап Евротура Кубок Карьела. Ему поручили блестящую карьеру, однако сердце юноши остановилось во время игры между Витязем и «Авангардом» за три минуты до финальной сирены. Спасти Алексея не смогли. На прощание в Ореномск пришли 60 тысяч человек. Свитер Черепанова с седьмым номером навсегда размещен под сводами домашней арены «Авангарда». В честь Алексея Черепанова названа звезда 13-й величины в созвездии Возничьего. Она получила имя «Звездочка Черри» по одному из прозвищ хоккеиста. Прогноз погоды через несколько секунд. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. Где лечиться? Есть ответ. Приходите в Сети Мед. В завершении выпуска о погоде завтра 16 января по области в Омске перемена облачность в районах ночью минус 12-17, днем 14-16 мороза. В Омске в ночные часы столбик термометра опустится до минус 13 градусов. Днем ожидается минус 10-14. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok